Название водного фестиваля «Попробуй сплав» говорит само за себя. Эти старты не предназначены для профессионалов. Здесь все для новичков. Профи выступают только в роли инструкторов и судей. Здесь есть возможность каждому, кто никак не чувствует себя спортсменом, узнать, что такое различные виды судов и попробовать сплавляться. Перед стартом все спортсмены, невзирая на опыт, проходят инструктаж по технике безопасности. А к участию в состязаниях допускаются только при наличии спасательного жилета. Чтобы показать новичкам, что же такое водный туризм вообще и сплав. В частности, на пруду «Сахарное» были представлены почти все основные виды судов. Каяк, катамаран, спасательный плод, байдарка надувная и каркасная. Даже в походах спортивных обычно нет разнообразия. То есть это либо каркасные, либо надувные, либо это просто байдарка, либо это каяк. Здесь есть возможность даже спортсменам, которые ходят на каяке, попробовать байдарку, попробовать катамаран. Сегодня в чем будете принимать участие? Во всем попробовать надо. Наибольшего умения требует, конечно, каяк. ПСН – это, в принципе, спасательное средство. На нем, я думаю, сможет пройти каждый. А катамаран – это вообще командное судно. Состязательных дистанций было всего две. Пять или семь буйков в зависимости от типа плавсредства. Были расставлены вдоль прямой на определенном расстоянии. Это профессионалам, в принципе, довольно-таки просто пройти змейку, умея управлять плавсредством. А новичку, который первый раз держит весло, очень сложно идти даже прямолинейные движения совершать. Для меня все сложно. И перехватывать весло, и поворачивать руки. И вообще еще ничего не разобралась в этом. Итог состязаний подводился так. Участники, а их было 22, должны были получить зачетное время прохождения дистанции на каждом виде судна. После прохождения всех этапов время суммировалось. Победитель определялся по наименьшему числу. Им стала Елена Карпова. Вторую позицию в этом фестивале разделили две девушки – Екатерина Заболуева и Татьяна Илюшкина. И только третьим в итоговой классификации оказался мужчина. В следующий раз водники на старт планируют выйти 26 сентября. Точное время и место состязаний пока неизвестно. Татьяна Суворова, Анна Конькова и Владислав Гапеев. Для программы Оперативный эфир.